Здравствуйте! 18 июня президент России Владимир Путин дал старт предвыборной кампании по выборам депутатов Государственной Думы седьмого созыва. В минувшие выходные практически все крупные партии уже провели свои предвыборные съезды, определились с программой и составом участников голосования. И сегодня мы встречаемся с одним из них, с Александром Новиковым, который стал кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ. Здравствуйте, Александр Владимирович! Здравствуйте! Александр Владимирович, минувшие выходные завершил свою работу 16-й съезд КПРФ, на котором череды партии определили свою предвыборную программу на выборы в Госдуму и определились с кандидатами. Мы все привыкли к тому, что КПРФ это достаточно традиционная и консервативная партия, но тем не менее в этот раз не обошлось без сюрпризов. В частности, Андрей Андреев, который два созыва представлял наш регион в Госдуме, больше не будет баллотироваться от нашего округа. Так вот, с чем это связано? С тем, что Андрей Анатольевич при всем уважении не отметился активной работой в округе или партия приняла это решение из каких-то других, исходя мотивов? Напомню, что вы будете представлять КПРФ и Василий Павлов. Ну, в списке у нас есть человек и будет представлять Белов Сергей Валентинович. Это начальник бюро Арктики Северодвинской. Парень молодой, симпатичный. Так что список Архангельской области будет представлять три человека. Двум доверено вести работу в одномандатном округе. Но почему доверено? Потому что после долгого перерыва возвратились к кино и схеме, нарезке округов и выборов. И поэтому я считаю, что отдали предпочтение тем, кто имеет наиболее высокие шансы на победу. По Андрееву я могу сказать, я его очень хорошо знаю. Вероятно, сыграли роль два фактора. Первый фактор то, что, как в песне Высоцкого, «Жираф большой ему виднее». Вероятно, руководство партии посчитало возможным использовать его в другом регионе. И он пойдет, скажем так, на востоке Российской Федерации. С чем это связано? Ну, я знаю, что ряд командировок у него был связан в части с Забайкальским краем и с Иркутской областью. С другой стороны, я могу сказать, что в какой-то степени, может быть, сложилась такая ситуация, когда сказали, что, слушай, парень, ты недоработал в Архангельской области, давай уступи место кому-нибудь другому. Понятно. Александр Владимирович, давайте еще поговорим о предвыборной программе КПРФ. Причем меня и, наверное, многих зрителей интересует больше ее экономический аспект. Потому что, что касается внешней политики, здесь вроде бы у большинства партий взгляды схожи, а вот на экономику, на то, как вывести экономическую машину страны из кризиса, взгляды во многом разнятся. Что предлагает КПРФ нам в этом? Ну, я бы сказал бы так, по странному стечению обстоятельств, перед всякими выборами, как в театре, происходит оживление в зале. И поэтому невольно те пункты программы КПРФ, которые вчера еще были в единственном варианте разработанной партии, сегодня появляются и в ряде других партий, и используются они достаточно широко. Ну, это взять, допустим, прогрессивный налог, скажем, налог на роскошь, вот такие моменты. Мне кажется, самое существенное отличие программы коммунистической партии, она состоит из известных 10 шагов Зюганова, и это не просто выдумка из головы команды Зюганова, его лично. Нет, эта программа разработана при участии ведущих специалистов, ученых, представителей, что важно, деловых кругов. Она была озвучена в этом году на Орловском экономическом форуме, ну, а журналисты, острый на язык, неслучайно назвали его «Красным Давосом», потому что программа была принята. Принципиальное отличие от тех, кто говорит много, но, на мой взгляд, не говорит основное. Сегодня мы пришли к тому, что возникла действительно необходимость природно-сырьевые ресурсы поставить на службу народу. Вот я чисто как житель Архангельской области столкнулся с таким вопросом, параллельно, я же еще и депутат. Было обнаружено, знаете, Олег, у нас же Мяндуха, там месторождение богатейшее базальта, щебня, и в то же время это месторождение, по сути дела, не разрабатывается. Есть ряд причин, которые не позволяют это сделать, и в частности, я скажу, когда маленькие компании, за получившее право быть на том месте, они не в состоянии провести надлежащую работу. А потом мы чешем репу и говорим, а у нас стоимость километра дорог непомерно высокая в Финляндии, Швеции, в тех же Норвегии, заполярные страны гораздо дешевле. Почему так? Да потому что щебень мы, оказывается, заводим в основном из-за пределов Архангельской области. И я уж не говорю про богатейшее месторождение базальта, который как может в уникальных формах применяться в дорожном строительстве, так может применяться и для производства теплоизоляционных материалов, которые по своим аналогам существенно отличаются от зарубежных не в худшую сторону, а в лучшую. Поэтому даже на маленьких примерах мы видим, что возможно решить вопрос импортозамещения. Следующее, по сельскому хозяйству. Но мы видим, как надрывается в Архангельской области сельское хозяйство и сейчас скатилось на непозволительно низкий уровень. Говорить о том, какие-то там пропроценты, рост там яиц, молока, либо посевных площадей, что-то есть в движении, это нельзя не заметить. Ну, секундочку, буквально вчера председатель правительства Российской Федерации заявил о том, что Россия догнала себя и перегнала, и теперь способна прокормить не только себя, но и некоторые страны. Даже привел пример рост экспорта зерна. Но я бы сказал вот так, председатель правительства, одновременно возглавляя партию «Единая Россия», я скажу, он не сделал со своей стороны ничего для того, чтобы обеспечить должный уровень финансирования сельского хозяйства. Я недавно, по-моему, услышал передачу, и там с ностальгией вспоминали элементы, что было хорошо в Советском Союзе. Кто-то говорил, хваст хороший, кто-то бублики, кто-то ситроза три копейки. Но там интересная вещь, можно по-разному относиться к советскому прошлому, с положительными, с отрицательными элементами. Это как в семье, без скандалов редко обойдется. Но я скажу, что в советское время выделялось на сельское хозяйство не менее 10% бюджета. Что это позволяло? Это позволяло иметь великолепный свой комбайновый парк. Сегодня, по сути дела, два есть предприятия в Российской Федерации, которые по сравнению с советским периодом выпускают, извините за выражение, технику, которая, кстати, уже не отстает от зарубежных образцов в таком размере, что не способна покрыть потребности. Возьмем акцию ГСМ, потому что провести посевную либо уборку невозможно при дотации со стороны государства, я скажу, сделайте скидку на горючее. И вы тогда позвольте крестьянину, будь то крупное коллективное хозяйство. Кстати, возьмем Белоруссию. Только что вернулась наша делегация, кстати говоря, от областного отделения КПРФ. И во главе мы еще поставили, то есть в эту делегацию включили Славу Николаевичу Лебедеву, который представляет из себя организацию «Дети опаленные войной». Вот они съездили и все в восторге. В восторге от чего? Там земля используется на 100%. Можешь использовать, будь ты фермер, будь колхоз-совхоз, используешь, слава богу. Если не можешь, отбираем. И когда вот едешь с Архангельска, а я недавно ездил с водителем за рулем достольного града Москвы, образцовый паразитический город, вот, то я по дороге смотрел. В Архангельской области только заброшенных земель. Подъезжаем ближе к Вельску, уже чувствуется, задышали. В Вологодскую область приехали, там несколько другая картина. Я думаю, елки-палки, а вот сколько в Архангельской области за эти годы утеряно. Вот мы сидим, вот ты в костюме, я в этой рубахе, не знаю, хлопок или что. Но у нас же в Каргополе лен выращивали. В огромных количествах, которые позволяют. У нас многие отрасли сельского хозяйства заброшены, поэтому у КПРФ есть четкая программа по этой отрасли. Дальше говорим про здравоохранение. Секундочку. Про сельское хозяйство вы начали говорить, вот про Архангельскую область и закончили сейчас этим. Очень большое значение для фермеров является это вопрос земли. Вот недавно буквально мы писали на Правде Север о ситуации, которая сложилась в племзаводе Копачева, в Холмогорском СПК. У всех, у них, у фермеров вопрос один – земля. И там, и там земля ушла в частные руки, они вынуждены арендовать, переарендовать. Буквально вот недавно, наверное, сколько-то тут, лет, наверное, пять назад, точно по такому же сценарию все произошло в заострове. То есть Архангельск лишился колхоза, который был преуспевающий, он был богатый, он кормил город, теперь его нет. Точно такой же сценарий реализуется в Холмогорском районе. Вот здесь на уровне политики, на уровне областного собрания, на уровне Госдумы можно решить как-то этот вопрос? Мы неоднократно поднимали вопрос сейчас по совхозу заостровский. До 2400 голов было. Николай Васильевич Мальгин позволял себе строить и профилакторий, и самое главное – все закрытые учреждения города Северодвинска, Новодвинска и Архангельска имеются в виду детские садики, школы, больницы закрывались молоком, которое производило дойное стадо, находящееся в заострове. Сейчас проезжаешь печальная картина. Коттеджи, дачи очень хорошо. Откуда будем привозить молоко? Как будем закрывать проблемы? Поэтому, на мой взгляд, нужно проталкивать в Государственной Думе, в том числе закон. А давайте-ка мы посмотрим, каким образом возвратить земли, которые по сути дела иногда незаконно выведены из сельскохозяйственного оборота. А то, что переводится и Копачева, и Холмогорский, мне это напоминает картину. Я, когда начинал учиться еще в те далекие древние годы, я первый получил книжку «Букварь». И, по-моему, в «Букваре» была картинка. Стоит бедный крестьянин на надельчике в лапте, а вторую ногу поджал, потому что остальные деньги, то есть земли – это не его. Так вот, я думаю, нужно возвращать земли, которые могли бы использоваться эффективно различного рода собственниками. Это, как мы говорили, и народные предприятия, и коллективные хозяйства, и даже фермы, если себя показали. Но, извините за выражение, а бегать по лугу и бабочек ловить с очком, или сделать газон для тенниса – давайте мы где-нибудь в другом месте. Можно вернуть. Кстати, сейчас интересный закон принимается на Дальнем Востоке о знаменитом гектаре. Там уже проталкиваются элементы того, что если он не будет использоваться надлежащим образом, отдавай черту и матери обратно. Передай тем, кто сможет использовать это эффективно. Еще одно традиционное богатство Архангельской области – это лес. Вот недавно правительство Архангельской области приняло решение о передаче в льготную аренду лесосеки устьянскому ЛПК. Как вы относитесь к этой инициативе? Почему все-таки давлеет в этой сфере больше крупный бизнес? Совсем ведь недавно был скандал о том, что малый бизнес лишили. А мы возвращаемся к тому же самому, потому что суть поправок к закону рыболовства – это передача к вод монополистам. Здесь у нас получается в Архангельской области, что сегодня лесными ресурсами владеют монополисты, причем ведь надо посмотреть еще на какой срок. Да, кто-то занимается лесовосстановлением, мы это видим, но и хотя говорят, что лес – возобновляемый ресурс. Тем не менее, при таких темпах работы трех гигантов, и я скажу, в некоторых вопросах в артском отношении к лесу и отлучении от использования лесными ресурсами, скажем, тех малых, средних предприятий, которые сконцентрировали в сельских районах, ну как-то, дровишек негде. Вынык населенных пунктов купить, а если купить-то где-нибудь за 8,5 тысяч за кубометр, для того, чтобы протопить зимой, и думаешь, ну разве так можно? Поэтому требуется изменение и в лесной кодекс, на мой взгляд, чтобы убрать монополистов, а позволить. Вот когда мы говорим, помните, реклама хорошая, «Газпром – общенародное богатство». Я думаю, да, господин Миллер, который получает в день 4,7 миллиона рублей, для него «Газпром» является богатством. А что для народа? Возьмем нашу Архангельскую область, рядом Ненецкий округ. Рядом проходит газовая ветка. До нас дошел газ? Нет. Возят жиженый. Цена вот такая. Поэтому, я думаю, эти перекосы нужно убирать. И опять же, речь идет о национализации отдельных отраслей, как вчера говорили, еще народного хозяйства. Я сегодня говорю экономики Российской Федерации. Вот давайте возьмем вопрос здравоохранения. Я смотрел последние материалы, и когда еще была Менщикова, Лариса Ивановна заведовала Минздравом Архангельской области. И когда стали убирать фельдшерские акушерские пункты, когда стали говорить, что в отдельных населенных пунктах не нужны койки места и переходить на дневные стационары, что давайте создадим высокотехнологические центры. Я с той же Ларисой Ивановной говорю, ну припрет человек острый аппендицит, как его высокотехнологичный центр. Ну вот, я говорю, а санитарная авиация у нас есть. К сожалению, остались остатки санитарной авиации, которая не позволяет обеспечить потребности жителей Архангельской области. Вот вы сейчас затронули здравоохранение. В принципе, социальная тема это богатая почва для каких-либо политических инсинуаций. И спекуляции. Да, и спекуляции. Вот у меня вопрос в связи с этим. Можно обещать все, что угодно. Можно обещать завтра проиндексировать пенсию, поднять зарплату, прочие выплаты, снизить налоги. Грубо говоря, пообещать народу легкую, красивую жизнь. Уже завтра. Но будет ли КПРФ это делать? И если да, если будет обещать, то за чей счет банкет? Где будут браться деньги, на ваш взгляд, для решения этих вопросов? У нас со времен царя Гороха, Иван Грозный, Николай Второй, все. Значит, была государственная монополия на спиртоводочную продукцию. В советское время тоже придерживались. Кстати, это давало очень солидное поступление бюджета. Сейчас взяли и отдали частникам. Причем, которые производят продукцию далеко не лучшего содержания. Поэтому доступность обеспечена в том числе в городе Архангельске. В любом подвале сегодня можно увидеть это. Вот. Подождите, а кого мы прибыли-то сумасшедше даем? Поэтому должна быть госмонополия. Следующее. Вот у меня дочь актриса Архангельского областного драматического театра. Поэтому, может быть, в силу даже приобщения к культуре через дочь, я и по старым фильмам я знал великолепного актера Жерара Депардье. Он почему сделал ноги с Франции и получил паспорт Российской Федерации? Потому что там со своих сверхдоходов он платил налог 70%. А у нас в Российской Федерации 13%. Вот когда-то Маяковский хорошо сказал, глазами жадными цапайте. Все, что в нашей стране хорошо и что хорошо на Западе. Так вот, вы возьмите с Запада прогрессивную систему налогообложения и дайте возможность нашим сверхбогатеям, а у нас 10% населения захватило 90% богат страны, и дайте возможность им. Делитесь, братцы, если вы такие оказались умные в период этой несправедливой приватизации, которую в свое время провел Гайдар с Чебайсами, которых сегодня только ленивый телеканал не костерит. Но царство небесное и гору Гайдару, а Чебайс сидит и нанотехнологии нам впаривает. А толку-то от них большого пока нет. Ясно. Ну, старт предвыборной кампании дан. Какой она станет для КПРФ? На какие инструменты вы будете возлагать надежды и использовать в своей политической борьбе в регионе? Ну, я бы сказал бы, первое, это, конечно, программа партии. Потому что по оценкам многих, я удивился, я был на одном совещании, где сидела женщина, далеко не симпатизирующая КПРФ, по ряду причин. Я уж не буду говорить. И когда она сказала, что прочитала программу из десяти пунктов, то она сказала, что это максимально реальная программа и, главное, которую может понять избиратель. Вот задача сейчас перед нами стоит, как перед партией, довести эту программу до максимального количества северян. Это первое. Второе, что по своей работе в областном собрании и по работе моих товарищей я знаю, что мы никогда не страдали весенним или осенним обострением в преддверии каких-то крупных политических баталий. Мы привыкли работать как, иногда вот я называю себя рабочей лошадью, решая проблемы. То, военно-морского госпиталя, который все же сохранено, что это очень важно при присутствии пятого арктического военного округа. Вот то, что щебнем мы занимаемся и заводом по импортозамещению и массой других проблем, связанных в том числе защиты интересов детей войны. Тема явно спекулятивная. Но, мне кажется, мы нашли общий язык в областном собрании. Когда от имени я видел подписи, это и справедливые в России, ТЛДПР и КПРФ, конечно же, мы на предстоящей сессии финальной. Выступим с обращением в поддержку того законопроекта, который давно пылится в Государственной Думе, поддержку о детях войны. И это не просто статус. Вот нам бы хотелось, чтобы нас признали детями войны. Ну, кому-то, может быть, это важно. Значок, удостоверение дадут. Но тот законопроект, который вынесет фракция КПРФ и поддержим в частности в прошлом году и в этом году, в феврале, по-моему, 16 февраля, поддержал справедливость ЛДПР, предполагает 6 мер социальной поддержки тому поколению, за счет которых, собственно говоря, сегодня еще держится наша Россия. Александр Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Ну и успехов вам в политической борьбе. Ну, я думаю, локтями-то придется потолкаться на выборы в Государственную Думу. Главное, хотелось бы, чтобы борьба была действительно честная, без фальсификации, без провокаций. Потому что я считаю, что важно, чтобы эти выборы в Государственную Думу получили тот состав депутатов, который бы не на съездах рвал рубаху или тельняшку, отстаивая права народа, либо здесь, о которой работал действительно на благо людей. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.